Привет! Сегодня у нас на обзоре модель противоударного интересного смартфона за свои деньги. В конце сентября появилась эта новинка. Yumi Digi Bizon X10 и X10 Pro. Несложно будет догадаться, слева у меня будет версия X10, справа X10 Pro. У них немного отличий и с ними я вас сразу познакомлю. Во-первых, они отличаются дизайном. Немного дороже из-за того, что здесь в версии Pro чуть больше памяти. А также есть термометр для замера температуры бесконтактный. Это такая себе фишка. Они полностью противоударны, но особенность этих смартфонов в том, что у них открыты как разъем для наушников, так и гнездо для зарядки. Это значит, что они влагозащищены. Если даже туда полностью зальется вода, а они рассчитаны на это, остается лишь слегка просушить, вытрусить воду и потом использовать, например, гнездо для зарядки. Немного дальше все это мы рассмотрим. Итак, начинаем обзор. Знакомимся с комплектацией. Упаковки полностью одинаковые. Из плотного качественного картона, желтого цвета. Здесь указаны параметры и они ничуть не отличаются. Единственное, что я заметил, это как раз вот это расхождение с приставкой Pro. Все остальное полностью одинаковое. Итак, комплектация также будет одинаковая у каждой из упаковок. Ничего не добавили к версии Pro. Здесь у нас инструкция. Фирменный блок питания под наши розетки UmiDigi 5 Вольт 2 Ампера. Это на 18 Ватт. И кабель для зарядки и синхронизации с ПК USB на USB Type-C. Обратите внимание, что USB Type-C у противоударных смартфонов обычно удлинен. Но здесь он обычный, как и у других ваших девайсов. Я проверял любой кабель в нашем доме с USB Type-C разъемом и подходит, без проблем заряжается, не выпадает, не люфтит. Все отлично. На каждом экране смартфона наклеена защитная пленка. Она низкого качества, уже царапается и виднеются такие вот полоски. То есть, хотя я только начал им пользоваться и тестировать его. Прежде чем мы приступим к обзору внешнего вида, хочу сказать в отношении памяти. Максимальная версия с памятью Bizon X10. Есть 4 оперативки и 128 встроенных. Есть также поменьше версия 4.64. А версия Bizon X10 Pro доступна 6.128. По ссылке в описании в официальном магазине Umedigi Official Store, обычная версия 4.64 Bizon X10 в любом цвете стоит 130 долларов, без одного цента. Имеется также версия 4.128 модель X10. Его стоимость 150 долларов. Версия Bizon X10 Pro стоит 150 долларов, без одного цента. Это версия 6.64, а также X10 Pro 6.128 по цене 170 долларов, без одного цента. Толщина корпуса практически 13 миллиметров. Для противоударника это отличная толщина. Вот, к примеру, толщина смартфона Oukitel W5 Pro. Обзор на него, кстати, можете посмотреть здесь. У него 8000 батарея, а здесь 6.150. Так вот, толщина этого смартфона Umedigi X10 Pro или просто X10 явно заметна. Этот и этот. Просто громадина. А этот для меня привычный смартфон с диагональю 6.5 дюймов и удобно лежит в руке. Он, кстати, не толще, чем мой смартфон Poco X3. Обратите внимание, он, правда, в чехле, но практически одинаковый. Но вот задняя крышка у каждой модели отличается. У версии Pro она значительно лучше. Объясню почему. У версии X10 она выполнена из стекловолокна. Как-то странно для противоударного смартфона использовать заднюю крышку из своего рода такого стеклопластика. Выразимся так. Это матовое стекловолокно, как заявляет сам производитель у себя на сайте. Что это нам дает? Во-первых, оно царапается. Вот здесь в уголку, если присмотреться, то видно пару царапин. Я специально взял скальпель и поцарапал. Стекло не должно царапаться так легко, как поцарапалось стекловолокно. Во-вторых, остаются отпечатки пальцев или отпечатки от перчаток. Ребята, вот посмотрите, уже ничего не поделаешь. То есть остаются и никуда не деться. Со стороны внешний вид, конечно, так здоровски смотрится, если вы будете им аккуратно пользоваться. Но если вы действительно ведете активный образ жизни, то этот вариант вам не подойдет. Для противоударного смартфона ему нужна защита. А вот у смартфона X10 Pro у него крышка из поликарбоната. Она действительно классная. Вся крышка взята на множество шестигранников. Их здесь аж 19 штук по периметру. Из такого же стеклопластика есть только вставка вот здесь вот с надписью Bizon X10. И тоже собирает отпечатки пальцев. Камера также не обладает олеофобкой. Видно, что быстро вымазывается. Нужно протирать. Или же, прежде чем сделать снимок, как там, так и там, убедитесь, что чистое стекло. К камерам мы еще вернемся. Также эта крышка задняя имеет у X10 Pro ребристость. В руках это гораздо лучше ощущается. По отпечаткам не так собираются. И что приятно, что эта поверхность такая шершавая слегка. Это значит, что не так будет скользить в руках. Все остальное по сборке одинаково. Единственное, что отличается по цвету. Здесь у нас вставки из металла с каждой стороны. И тоже зажаты на шестигранники. А по всему периметру резиновая защита. Чтобы если вдруг он упадет, то с ним ничего не случилось. Модификации есть также в трех цветах. Это серый, черный и вот такой вот с оранжевыми вставками. Конечно, по дизайну лично мне нравится X10 Pro. А какой дизайн нравится лично вам? Напишите в комментариях. И что вы думаете об этих модельках. Тоже можете написать, если досмотрите весь обзор до конца. А я уверен, у вас это получится. Еще имеются отличия в дизайне на задней крышке. Это динамик и специальное место для крепежа ремешка. Любой ремешок сюда подойдет. Одеваете его и подстраховка на руку. Здесь у нас в динамике два отверстия. И там виднеется защитная сетка. А здесь у нас пластик и защитная сетка. Если прикасаться, то не ощущаешь практически. То есть нет выступа. Еще один плюс, что когда вы на поверхность будете устанавливать, то здесь приподнимается, а вот здесь вот нет с помощью этой вставочки. Только камера. На камере он будет лежать и звук будет проходить. Вот это вот я думаю, что плюс. Потому что на поверхности крышка не будет вот так вот ерзаться. И когда он лежит, вот такой вот шат, это плюс. Потому что нижняя часть приподнята от поверхности. Но на модуле камеры здесь будет ерзаться. Также у каждой модели рядом с модулями камеры располагается по три отверстия. Не пугайтесь, они здесь действительно нужны. Через них вода не попадает в корпус. Сейчас я объясню, что это. Одно из отверстий это второй микрофон. Второе отверстие это отверстие для барометра, чтобы измерять внешнее давление атмосферное. И последнее отверстие это датчик лишнего давления внутри корпуса. Потому что когда он погружается под воду или на него происходят большие брызги, например, каким-то сифоном воды. То тогда образуется некое давление и оно отсюда выходит. Сверху располагается разъем 3,5 с защитой. Теперь поговорим об экране. Над экраном по бокам бортика буквально 0,5 мм выступает. Что не совсем хорошо. У противоударных нужно, чтобы над экраном по бокам бортик был легкий выступ. Что дает защиту. И конечно же многих может быть удивляет, что зачем на противоударный смартфон клеить еще стекло. Но, ребята, как ни крути. Хоть и здесь пленка. Ее конечно же нужно будет снять. Но экран нужно защищать. Так как одна из уязвимых частей у любого смартфона будет экран. И хотя он противоударный, он рассчитан на то, чтобы его действительно тестировать. У него толстое сверху стекло. Если вот нажимаешь, крепко нажимаешь, то не продавливается. Потому что если взять более дешевый смартфон. Ну вот у меня лежит тут дуги X96. То здесь если давить, видно, что идут такие разводы на экране. Здесь же точно такое же давление, честно вам говорю. Но ничего такого нет. Это значит, что у смартфона утолщенное сверху защитное стекло. Gorilla Glass защитой от царапин. Но оно тоже, конечно же, царапается. Ну а вот вам живой пример того, как противоударные экраны на смартфонах бьются, если нет защитного стекла. Как раз здесь вот нету. Это у нас смартфон Oukitel W8 Pro. WP8 Pro. Смартфон просто упал без стекла на уголок. И экран разбитый. Сейчас в пути экран. И еще какая-то проблема с гнездом. Другу хочу помочь заменить. Так что на противоударники нужно клеить стекло. Ссылка на него будет в описании под видео. По яркости данный смартфон не является слишком ярким. Но яркости достаточно. Это у него максималка. А это у него минималка. Минималка слабоватая. Хотелось бы еще порог яркости ниже. Но какой есть. Конечно же здесь есть в 11 андроиде. Здесь операционная система именно такая версия ее. И кстати прилетело обновление. Одно, но не глобальное какое-то. А такое что-то мелкое исправление ошибок. Так вот здесь есть темная тема. Также имеется ночная подсветка. А также есть обратные цвета. Превращается в своего рода такой вот негатив. И четко передает информацию. Но это не является как вот электронная книга. Знаете такие? Просто монохромный режим. А именно вот обратные цвета. Не знаю кто-то пользуется или нет. Но здесь есть. Ну и вот эта подсказка модуля NFC. Конечно же говорит о том, что в каждой из этих версий. Как в обычной, так и в Pro. Есть модуль NFC. И работает со всеми приложениями. Google Play оплата через ваш смартфон. Поднес и готово. Вот например если поднести к смарт-часам TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Это у нас часы с NFC. То посмотрите что происходит. И для этой NFC метки нет поддерживаемых приложений. Появляется сообщение. То есть NFC работает без проблем. По цветопередаче сочные цвета передаются. Но с учетом, что здесь IPS матрица. Придраться к цветопередаче здесь мне не к чему. Также вы видите сейчас на экране углы обзора. Как он передает тот другой смартфон под разными углами. Подключая обычную зарядку. Сейчас не родную. Вот кстати демонстрирую. С легкостью подключился. Здесь у нас можно увидеть индикатор уведомлений. Во время заряда или же когда приходят какие-то уведомления. Он имеет несколько цветов. И поможет вам определить что пришло. Пропущенный звонок или что-то другое. Также здесь располагается датчик приближения. Датчик освещения. И это еще не все датчики. Дальше я вас познакомлю какие здесь еще есть датчики. Над камерой, над экраном располагается защитная сетка. Это защитная сетка разговорного динамика. Он громкий. Придраться не к чему. На правом торце смартфона обе модели имеют специальную кнопку для съемки под водой. Она располагается справа от экрана. И находится внизу. Эта кнопка отвечает всего за одну функцию. Съемка под водой. Зажимая которую у вас запускается камера. И вы даже если полностью экран заблокирован. А он будет в этом режиме заблокирован. То есть это подводная камера специальная активируется. И можно делать фотоснимки или видеосъемку. Дальше располагается кнопка питания. В которую встроен как у многих современных моделях. Например у меня в Poco X3. Сканер отпечатка пальцев. Который срабатывает отлично. Ну а дальше располагается кнопка громкости. Минус и плюс. Производим разблокировку. Прикасаюсь. Включился. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я настроил на то, чтобы он включался просто при прикосновении. Не нажимая. А чтобы отключить. Просто нажимаю и он выключается. Также есть активация при двойном тапе. И еще есть активация при поднятии. Смартфон лежит на поверхности. Вы его берете в руку. Он уже активируется. Видит ваше лицо и разблокировался. Разблокировка по лицу мгновенная. Вот буду запускать в перчатках. Чтобы вы видели, что это не сканирование пальца. Смотрю на него. Нажимаю. Все. Разблокировался. Разблокировался. Отлично. И там и там обе модели срабатывают по разблокировке. Отлично. Ну а на левом торце от экрана располагается еще одна кнопка. Она программируемая. Обладает встроенными функциями. По одиночному, двойному и тройному нажатию. С помощью этой кнопки можно запрограммировать на разные приложения. Основные, либо ваши родные. И что примечательно. По долгому удержанию можно настроить как SOS кнопку. Экстренный вызов. Или же сообщение, как вы уже настроите в меню. Также стоит отметить, что с помощью этой кнопки можно и фонарик запускать. И так далее. Диктофон и еще другие функции. Но еще можно использовать как кнопку Push to Talk. То есть такая себе мобильная рация. Очень часто используют многие сегодня это приложение. Я, например, установил программу Zello. Это программа, которая позволяет обмениваться с друзьями. Или же заходить на специальные каналы. И там можно вести переговоры или что-то слушать. И быстро, нажимая на эту кнопку, вести переговоры как по рации. Нажал. Пока держишь на эту кнопку. Говоришь, бросил. Запись отправляется. Ну и конечно металлический лоток для сим-карты. Снаружи он металлический. Обратите внимание, что он не обладает какой-то заглушкой тоже. Нужно подковырнуть. В комплекте идет скрепка. Я использую специальный пластиковый инструмент. И здесь у нас специальная заглушка имеется из прокладки. Вот. Здесь она располагается. Такая плотная, толстая. Вижу, что две полосы. С помощью чего будет защита хорошая идти. Это одно из уязвимых мест. Поэтому, если открывали, влаживали туда сим-карту. Или же сим-карты и карта памяти. То здесь у нас нужно сделать вот такое вот движение. Хорошо вставить. И еще вот так вот провести. Чтобы действительно ничего не попало. Но внизу располагается основной микрофон и гнездо для зарядки USB Type-C. Видно, что он полностью защищен. Специализированный. Не пропускает. И меня это не удивляет. У меня были другие модели смартфонов, которыми я лично пользовался. И они действительно свое отрабатывают. Единственное, что когда вы, например, в снег упустили в воду. Не стоит спустя 15-20 минут ставить, идти на зарядку. Не испробуйте туда ставить штекер. Да, оно будет заряжать. Но происходит окисление. Со временем происходят проблемы с вашим смартфоном. И нужно менять гнездо. А чтобы заменить гнездо у такого смартфона. Тоже нужны средства. Соответственно вскрытие. А значит нарушение герметизации. И нет гарантии, что он потом будет 100% держать воду. Конечно же мы сегодня протестируем. Давайте это сделаем прямо сейчас. Итак, отправляемся на тесты. Ну что, понравилось? Смартфон после этого живой. Я уже делаю сейчас обзор. Все нормально. Не переживайте за труды. Ставьте лайк. Теперь поговорим о модулях камеры. Если так быстро бросить взгляд, то кажется здесь 5 кружочков. И среди них это вспышка. Вспышка, кстати, из двух светодиодов. Мощная. Он очень яркий. Как на этой, так и на другой модели. И с теплым оттенком. Что хорошо влияет на съемку. А вот в отношении модулей, то обратите внимание, что у обычной версии X10 здесь муляж. Просто кружочек. Ну решили, чтобы не пустота была. А здесь специальная такая вот пластинка. Этот кружочек, это является как раз тем инфракрасным термометром. Бесконтактный термометр, который встроен в этот смартфон. И мы сейчас его протестируем. Основной модуль здесь на 20 мегапикселей. Снимает относительно неплохо. Также широкоугольный объектив, что очень хорошо. Многие хотят, чтобы он был. И вы знаете, отлично тоже снимает. Тесты вы увидите как видео, так и фото в окончании обзора. Используйте, кстати, тайм-коды, чтобы можно было найти нужную быструю информацию. И макрообъектив на 5 мегапикселей, который тоже снимает очень даже классно. Модули полностью одинаковые. Никакой разницы у этих смартфонов нет. Ну а теперь рассмотрим меню камеры. Есть режим Beauty. Есть режим Video. Есть режим портрета и экстра настройки. В режиме картинка есть переключение на макрообъектив и широкоугольный. Переключаемся на макро. Это нижний модуль. Можно увидеть, что он срабатывает на расстоянии около 5 см. Используя широкоугольный модуль, можно видеть, что совсем другой угол обзора. К сожалению, в режиме видео использовать широкоугольник или же макро режим нельзя. Только обычный стандартный модуль. В режиме экстра имеется ночной режим, панорама и ручные настройки. Режим Pro. И прежде чем мы протестируем сейчас бесконтактный термометр, мы давайте заглянем в ящик инструментов. Кстати, на сайте FOPDA есть аналогичная программа, но более функциональная. Там более этих инструментов, которые используют функции вашего смартфона. И все датчики работают. Ссылку на страничку обсуждения, где можно скачать и Google камеру, и прошивки модифицированные, улучшенные, и исправление каких-то недочетов, и где вы можете просто задать вопрос по этой модели, я оставляю в описании под видео. Давайте посмотрим. Вот здесь есть давление. То есть можно установить атмосферное давление в нужных нам параметрах. И вот все, пожалуйста, изменяется. И показывают еще высоту над уровнем моря. Калибровка высоты можно тоже установить. Также здесь имеется компас. Отвес, шагомер, уровень, измерение шума, ребята. Что говорит о том, что он будет очень помогать такому активному, использующих в разных ситуациях ваш смартфон, и поможет вам однозначно. Может быть даже у вас в вашем обычном смартфоне, непротивоударном, есть похожие функции. Напишите, какие в вашем смартфоне есть фишки. Внутри обычный чистый Android с дополнительными функциями для этой модели. Например, зайдя в настройки, можно увидеть цветные значки, корректный перевод. Практически во всех местах я его заметил, что он был корректный. Есть умный ключ. Это как раз вот эта программируемая кнопка. Здесь один щелчок, двойной щелчок, долгое нажатие. Все это настраивается. В разделе «Умный помощник» можно отключить навигацию панельку и включить управление жестами. Управление тремя пальцами. Это будет скриншот у нас. Также с помощью вспышки можно включить индикацию о входящем вызове. Происходит пульсация. Самый крупный текст шрифта вот так вот выглядит. Это максималка. Есть также встроенное радио, но для его работы необходимо, для более качественной работы, необходимо подключить наушники. А так оно уже работает. Только будет работать в тех местностях, где очень близкая антенна. А так в нашей местности сельской только хорошие приемники ловят. Но если вдруг вам нужен хороший приемник, здесь в подсказках целый плейлист с обзорами на радиоприемники. Думаю, вы найдете от маленького что-то для такого себе экстренного варианта в рюкзачок, чтобы вдруг чего-то или в поход взять. Или же что-то стационарное большое, которое работает от сети 220 вольт. Давайте запустим программу GPS Info и проверим подключение к спутникам. Вот только запустил, ребята, мгновенно вышел на связь, используется 17. Честно скажу, не запускал. При этом подключение идет не только к множеству спутникам, а еще и разным типам. Beidou, GPS, GLONASS и GALILEO. Теперь давайте наконец-то проведем тест замера температуры. Открываем это приложение. Оно внутри на английском, хоть и меню у меня на русском языке. И теперь делаем замер. Но прежде чем мы будем делать замер, выберите, что вы будете делать. Внизу есть человек, объект и запись, которых вы делали замеров. Выбираем сначала человек. Подносим к телу. Около сантиметра или двух. Нажимаю, была ошибка, еще раз. Просто здесь прохладно, около 20 градусов в помещении, где я стою сейчас. И рука прохладная. О, 35. Ну, впритык практически поднес. Может еще, что рука с волосами. А дальше у нас измерение объекта. Вот, кстати, сейчас температуру покажет в помещении. Посмотрите. 17,2 даже, ребята. Поверхность здесь 17,2. Так, ну, давайте что-то потеплее. Например, вот поверхность смартфона. О, смартфон все-таки теплее. 19,2. 19,2. Обратите внимание, что в одном и том же месте, не меряю в разных, но температура не расходится. Чуть ниже даже здесь посильней. Тело 24,6. Ну, стоит режим объект, поэтому тело не меряет в этом режиме. Какая-то специфика есть. От 0 до 60 измерения температуры по Цельсию. Вот такая интересная фишка. Напомню, что у этой модели нет обычной. А здесь есть. Ну, и раз мы уже заговорили о температуре, то поделюсь с вами информацией о том, как охлаждается данный смартфон. В каждой из этих моделей установлена система жидкостного охлаждения. Благодаря чему он не будет нагреваться даже в экстремальных условиях. Что очень здорово. Об этом заявляет сам производитель. И хорошо видно на фотографиях, которые указаны на странице покупки. Давайте протестируем еще диктофон. Открыл я встроенный диктофон. Выбираю самое высокое качество. И нажимаю запись. Разрешаем. Привет. Сейчас запись делается на смартфон Umi Digi Bizon X 10 Pro. И это вы все, что слышите сейчас, происходит на встроенный микрофон. Вот здесь вот шуршу. И здесь тоже шуршу. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я взял куху, как будто я веду переговоры с человеком. То есть телефонный звонок обычный. Представим, что мне поступил. Я разговариваю вот спокойно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот я в студии сейчас разговариваю. Слышите звук. А вот так вот через этот микрофон. Думаю, что этих тестов нам будет достаточно, чтобы проверить качество записи. В программе Antutu Batchmark 182 986. Ну, не скажу, что это очень прям уж сильно много. Но это и немало. То есть отличные показатели для данного смартфона. И давайте посмотрим более детально характеристики. Вот вы видите здесь название марки, модели и устройства. Далее, какой у нас установлен Android. О процессоре позже поговорим. Оперативной памяти 4 ГБ. Встроенных 128. Из них сейчас уже свободно 108. Процессор от Mediatek 8-ядерный. 64-битный. Helio P60. Он достаточно бодрый. Остается на сегодняшний день. И способен справляться со всеми задачами. За графику отвечает Mali-G72. Helio P60 собран по 12-нанометровому техпроцессу. И максимальная частота разгона 2000 МГц. Экран поддерживает 10 касаний. И плотность пикселей 269 ppi. Или 320 dpi. 6,52 дюйма экран. С разрешением 720 на 1060. Зайдя в YouTube на один из последних наших видеороликов. Можно увидеть разрешение экрана, которое транслируется в YouTube. Так, рекламу пропускаем и смотрим разрешение. Показывает 1080p 60p. Выбираем. И запускаем. Это и селфи-палка, и монопод. С устойчивым триподом. Звук вы слышите. Но это не весь. Нет весь. Здесь, ну скажу так, не совсем громко. Теперь об аккумуляторе. Его тесты по параметрам 6-150. И в той, и в той модели. Я скажу, что в принципе хорошо держит. Но вот в эту модельку Pro было установлено больше программ. И я их одновременно зарядил. И оставил их в режиме ожидания. Они лежали около суток. И посмотрите. На этой модели у нас сейчас, с учетом, что я сейчас тестирую, 70%. А в модели обычной, не Pro 84. И показатель в том, что эти программы, которые были установлены сюда, здесь никаких. Только родные. Они были не настроены, скажем так, для экономии. И кушает больше. То есть, отличается по расходу. Поэтому помните, что установив какие-то разные приложения, настройте их оптимизацию. Ну а теперь про аккумулятор. Заявил производитель, что здесь 6-150. Но по тестам 5-502. Обычная ситуация у китайских смартфонов, даже если речь идет о брендовых, таких как Xiaomi или Realme, чаще всего не дотягивает. Но вдруг пару разрядов-зарядов и поможет. И пусть это вас тоже не пугает. Потому что, если учесть, как он себя рекомендует в ежедневном использовании, то держит он заряд в режиме ожидания. Около 5 или 6 дней он у меня продержался. А с подключенным Wi-Fi, всеми функциями, приложениями. А вот если речь идет о использовании в играх, то около 6-7 часов в режиме просмотра YouTube. Вы сможете узнать, сколько он от 100 до 0% продержался. На канале выйдет отдельный тест этого теста батареи UMIDIGI. И вы узнаете, как он себя зарекомендовал. Здесь вот будет этот ролик. Или же следите за выходом. Один из последних после этого обзора выйдет. Теперь давайте о связи, о датчиках поговорим. GPS мы протестировали. Wi-Fi двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц. Если запустить точку доступа, то Wi-Fi у нас отключается. Он не может работать как репитер. Либо-либо. Либо Wi-Fi, либо раздача интернета из вашего смартфона. Bluetooth у него версия 4.2 и по Band стандартам поддерживает все Band стандарты. С 4G, 3G работает без проблем. Теперь о датчиках. Есть акселерометр. Есть игровой вектор вращения. Геомагнитный вектор вращения. Датчик силы тяжести. Гироскоп. Некалиброванный гироскоп. Датчик освещенности. Линейный акселерометр. Магнитометр. Некалиброванный магнитометр. Датчик ориентации. Датчик давления. Датчик приближения. Вектор вращения. Датчик сильного движения. Шагомер. Детектор шага. Целых 17 датчиков. Также данный смартфон поддерживает подключение флешек. Эта функция называется OTG. С ее помощью можно подключать и мышки, и клавиатуру. Теперь тест звука. Запускаем программу Zedge. И запускаем пару музыкальных треков. Звук на максимум. Поехали. Звук такой глуховатый. Больше рассчитан на средние частоты. Высоких не хватает. Низких не хватает. По моему опыту, я бы дал этому динамику по 5-балльной системе 3.7. Где-то вот так. Теперь тестируем Asphalt 9. Установил самое высокое разрешение в игре. Ну и поехали. По графике скажу, что картинка хорошая. С детализацией. И давайте понаблюдаем, есть ли где-то подтупливание. Обратите внимание на звук. Динамик сзади. Вот здесь вот. И во время игры не закроешь его. Тут реально очень удобно играть. И вот боковинки эти. Очень классно мне, как в джойстике, использовать его во время игры. С графикой не было проблем. Рекомендую. Итак, давайте подведем итог об этих смартфонах. Внешне у них есть отличия. Кому-то больше нравится вот такой вот дизайн, как написал один из подписчиков и моих друзей. Кирилл, спасибо тебе. Ему нравится вот такой вот вариант. Более такой стильный, минималистичный, аккуратный. Здесь же кажется такой брутальный корпус. Бросается все в глаза, но он практичней. И этому смартфону, кажется, нужно защиту тоже приобрести. Я думаю, что если я найду силиконовые чехлы или какие-то бампера, то скину в описании или чехол-книжку, оставлю. А этому уже не так нужно. Качество сборки у них хорошее. Радует, что все порта, так как для защищенного смартфона, все обладают защитой. Есть разъем 3.5. По защите они рассчитаны по всем стандартам. IP68, IP69 и MIL-STD-810G. Это военный стандарт. По тестам американский военный стандарт. И если смотреть на их производительность, то довольно современная, практичная такая лошадка рабочая. Она и в то же время актуальна по размерам, но в то же время и актуальна по защите, но и по параметрам. Доступна по цене. На мой взгляд, 4 оперативных памяти с головой хватает. Берите побольше со встроенной, чтобы было 128. Но если слегка чуть больше доплатить Pro-версию, 6 оперативками лишних 2 не будет. Моделька Pro имеет отличия по дизайну. И добавлен еще измеритель температуры. По камерам вы сейчас сможете увидеть тесты. Камер как работает и как снимает. Снимает только в 1080-30 кадров. И передний и задний модуль. Динамик здесь, конечно же, не является чем-то супер, как у других моделей. Но, тем не менее, свои главные функции выполняет. Ну и мне будет интересно узнать, что думаете вы об этих моделях. Напишите обязательно комментарий. Если даже уже писали, отвечали на мои вопросы, то напишите в общем, в целом, что вы думаете об этих моделях. Также напишите, какие модели хотели бы вы увидеть в обзорах. С вами был Сергей. Сейчас тесты камеры. А я прощаюсь. Первые тесты на улице. На улице пасмурная погода. Разрешение 1080-30 кадров. Это у нас Humidigi Bizon X10 Pro. Собственно, и X10 Днепро тоже так же снимает. Давайте пройдемся. Раз, два, три, четыре. Ну, вроде бы как заявлено, что есть цифровая стабилизация, но пока особо одной рукой придерживаю. Особо разницы не вижу. Это я возле стадиона на школе. Точнее, в школе, на территории школы. Ну, а теперь давайте сам покажусь в кадр. Звук вы слышите. Звук идет с одной стороны запись. Вот и передний модуль камеры. 1920х1080. Хорошо снимает. Сочный. Была бы солнечная погода, еще бы лучше продемонстрировалась бы картинка. Но цвета нормально на экране отображаются. Тем более подойдет для видеосвязи, конференций или даже каких-то небольших влогов, если есть такая необходимость. Автофокуса, конечно же, нет режим бесконечности, но подстраивается по светочувствительности хорошо. Ночные тесты тоже впереди. Еще давайте проверим две функции. Это автофокус подстраивается. Как быстро. Еще раз. Ну, нормально. И еще хочу сказать, что в этом режиме, в режиме видеосъемки, нет возможности использовать широкоугольный объектив. Он действует только в режиме фото. Ну, а это тесты в нашей маленькой студии, в новой маленькой студии. Мы сделали здесь ремонт. И вот перед вами сейчас этот младший брат, Bison X от Yumi DJ. А это аквариум, в котором он тестировался. Так что... Тестируем сейчас камеру. Ночные тесты. Нужно автофокусу еще время, чтобы в ночное время приспособиться. Закат. Время уже у нас 17.05. Так. Ну, и я сейчас в кадр буду. Это без вспышки, как есть. Как вы видите, так оно показывает. На улице уже темно. И звук вы тоже слышите. Запись. У нас стоит велосипед. Включен свет, фара. Здесь зажигание. Ну, точнее, вольтаж показан. Вот встречная фара. Автомобиль. Вот такая вот ночная видимость. Ну, а это уже тесты передней камеры. Сзади едет автомобиль. Это свет, фар. Приспосабливается быстро. Велосипед светит. Звук тоже слышите. 1080 разрешения. Автомобиль проезжает. И посмотрим, как сейчас будет видно. Вот так вот. Теперь пройдемся к яркому освещению. Тут у нас стул светит. Ездил в магазин за покупками и посылку отвозил. И решил вот ночные тесты сделать. Кстати, очень красиво смотрится закат. Солнце давно зашло, а еще зарево такое стоит. Солнце давно зашло. Солнце давно зашло. Солнце давно зашло. Продолжение следует.